В городе Привольске живет семья Дорошина. Глава семьи Павел Николаевич, главный конструктор экскаваторного завода. Мать Анастасия Михайловна преподает в университете. Старший сын Илья санитарный врач. Анастасия Михайловна Дорошина в юности была партизанкой. В наши дни задумывается кинофильм о партизанской борьбе. В Привольске на старом винном заводе, который располагается в царских подвалах, работает электриком Иринархов, сотрудничавший в годы войны с фашистскими оккупантами. Узнав, что авторов будущего фильма интересуют материалы, объясняющие гибель подпольного обкома, Иринархов едет в Сочи к Аркадию Радуну, которому удалось скрыть свою службу в гестапо. Иринархов требует, чтобы тот приехал в Привольск. Они вместе собираются вывезти из царских подвалов, спрятанные фашистами при отступлении архив гестапо, где содержатся документы, свидетельствующие об их преступном прошлом. В Привольске Радун приходит к Алексею Ширяеву, в прошлом одному из руководителей партизанского подполья, который помогает ему устроиться бухгалтером на винном заводе. Видя стремление санитарного врача Ильи Дорошина вывезти винный завод из царских подвалов, Иринархов и Радун стараются помешать этому и скомпрометировать Илью Дорошина. Павел Николаевич Дорошин сдает комиссии новый экскаватор, но сам он еще недоволен своим детищем. Стремление Дорошина улучшить конструкцию не находит поддержки у директора завода. Илья Дорошин и Ирина Замятина, любящие друг друга, решают свою совместную судьбу. Они знакомятся с Агриппиной Саверинной Текотской, которая сдает им комнату. Илья Дорошин и Ирина Замятина, любящие други, Вы содержите наемных саглядатов, месяцами ходите вокруг до около и не можете поймать с поличным. Берите пример с меня. С первых же дней я слежу и подслушиваю за своей собственной невестой. И вот сразу все предельно ясно, прелестно, никаких сомнений. По крайней мере, знаешь, как поступить. Ох, как ты мне заплатишь за эти твои миленькие подозрения. Надежды нет, фортуна гасит свечи. Семья, я к несчастью, ваш слуга. А вы смешали музыку и речи, Улыбку друга и кинжал врага. И, наконец, хотите непременно Узнать итог моих печальных дней, Свечу любви затмил костер. Измены, и я горю без этих двух огней. Да это Фигаро. Ваше сиятельство. Тише. О, ваше сиятельство. Само небо послало вас сюда. Ваше сиятельство. Вы знаете, где ваш граф? Что мне задело до этого бессердечного человека? Ваше сиятельство. А вы, случайно, не знаете, где моя невеста Сюзанна? Тише. Это самая Сюзон, которую все считают Такой добродетельной, такой неприступной. Она заперлась там с графом. Я их сейчас позову. Не надо. Не надо. Ба, да это Сюзон. Вы словно встревожены. Изменится, вздумал меня провести. Мы с вами Фигаро должны отомстить. О, а вам этого хочется? Иначе я не была бы женщиной, а у мужчин есть столько способов. Ваше сиятельство, у вас есть один способ, но достойный всех наших. Ох, каких бы пощечин я ему сейчас надавал. Ох, как бы хотелось бы до свадьбы. А что же это за месть, в которой нет ни капли любви? Ну, сударыня, если вам покажется, что нет ни капли любви, то знаете, что все это скрывается под маской уважения. Не знаю, действительно ли вы так думаете, но в ваших словах я не чувствую искренности. Я обожаю вас. Примите в рассуждение время, место обстоятельства, и пусть ваше негодование придаст еще большего жару. Моим мольбам. Ух, как чешется рука. Ах, как бьется сердце. Ну, вы подумали... Я обо всем подумал, сударыня, я обо всем подумал. Ни гнев, ни любовь. Не терпят отлагательств. Ух! Вам это нравится? Не очень, поскольку сам забрел в селки. Чего же ждете вы? Пощечек слетающих с твоей руки. Но ваше тыль! На сто затрещин готов побиться сей же час, когда в толпе влюбленных женщин не отыщу любимых глаз. И знаете, что? Знаете, что? Знаете, что? Если в вас на свете вдвоем вам укор, мол, вы не страшен. И судьба сама собою будет вашей, будет вашей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ах, что такое есть надежда! Сегодня есть, а завтра нет! Ну, если к вам добро, надежда! Живите с нею, тет-а-тет! Запретить вере вся забота... Чтоб вам надежду не спугнуть Не то её увидит кто-то И уведёт куда-нибудь И знаете что? Знаете что? Знаете что? Если вас на свете двое Вам укормал, вы не страшен И судьба самособою Будет вашей, будет вашей Ах, бедный граф, столько усилий! Чтоб соблазнить собственную жену Да? Иришенька Можно? Мой прелесть Садитесь пожалуйста Огромное Вам спасибо, это было прекрасно Ирка, ты зверски талантлива Ой, мне приходилось видеть в этой роли нескольких актрис Ну и никакого сравнения, душенька Ну, какой успех, сколько поклонников Здрасте Здрасте Ну С премьерой Спасибо Вам Тоже хорошее Ну что ты дуешься, дурачок? Ничего Просто Твой Канавин Мой господи Чересчур бессеремонен Ну сколько тебе раз говорить Во-первых, не надо обращать никакого внимания на актерские поцелуи Да-да Во-вторых, Александр Канавин Мой благодетель Да Он меня вытащил из маленького городка, с Урала Привез сюда, в Привольск, театральный город С огромным населением Плюс Илья Дорошин Нет, ну я не понимаю Благодарна Ну что ж теперь, все позволено? Сегодня Сегодня Блок спал Проснулся весь в поту Почему-то Жена рядом сидит Спрашивает Миша, Мишенька Почему-то так громко стонало Сердце Давай Эй Михаил Иррадцевич Пришла пора серьезных решений ful Вы имеете в виду, какие решения Вы в тюрьме Сидали И звать Бог, что это в твоей тюрьме? я в молодости чуть-чуть туда не попал но когда давно очень давно если спросить самого себя за что в молодости это было обида на человечество и вы сейчас к слову сказать на меня обидеть черт я должна вас обижаться если окажется что вы не знаете того что знаю я чего там придумали вы не сердитесь и сердитесь михаил раз видите ли моей жизни была одна история и именно мои знания моя эрудиция сыграла необычную роль это было года за два до войны я учился тогда на втором курсе университета да и среди моих друзей не было начитаний меня от никого я тогда любил одну девушку студентку но ее любил и другой парень студент с нашего курса мне показалось что моя любимая может отдать предпочтение моему сопернику и я вызвал его на дуэль это в 1939 году дуэль я предложил своеобразную дуэль ума и знаний вы пришли рассказать о своей жизни нет дорогой михаил раз речь пойдет о вашей жизни за время что я вас работаю я изучил всю отчетность изучил досконально скрупулезно внушительная обнаружилась картина какого смысле за последние пять лет вы прикарманили себе около миллиона рублей новыми разумеется шантаж вот вы и обиделись прошу вас послушать меня вы виртуоз ваша система финансовых махинаций давала вам возможность обходить любые самые строгие ревизии судя по всему вы даже взяток никому не давали вы гений пожалуйста не волнуйтесь ну-ка вот примите валидол плевать мне на ваш валидол можете считать себя уволенным лучше конечно подайте заявление по собственному желанию без скандала я прощу вам ваш шантаж спасибо михаил раз товарищ если вы мне не верите давайте посидим над бумагами над документами чего же такого сверхъестественного обнаружили богатый вас фантазии или психический сдвиг я пока буду смотреть на вас как на больного мне не хотелось этого делать обстоятельства заставляет в проекте допущена ошибка на для исключения влияния электромагнитного излучения на прилегающий район угол наклона антенны должен быть не меньше 2 градусов а что проектировщики с этим согласились да после долгих споров согласились ну это ну хорошо готовьте разрешительное письмо хорошо здравствуйте товарищи добрый день извините пожалуйста что нарушили павел николаевич здравствуйте добрый день помешали нет мы потом продолжим а о чем разговор если не секрет ну какой же тут секрет все о новой машине думали как усовершенствовать управление мы вот обязаны и комиссия предложила нам усовершенствовать кабину ликвидировать шумы и вибрацию заменить прокладку изолировать стекла усовершенствовать подвеску но вот приблизительно круг вопросов которыми мы занимались самые актуальные проблемы я разговаривал с председателем комиссии так что я в курсе дела ну что ж если секретарь парткома и я не помешаем вам то может быть продолжим да нет мы уже в общем то закончили обсуждение нет ко мне вопросов товарищи нет да нет тогда свободно конечно конечно прошу вас благодарю вас подвиньте кресло павел николаевич ну статью в нашей областной газете вы конечно читали читал безусловно симптоматично ее название верно не останавливаться на полпути но я сразу скажу что это статья не редакционная просто статье выражено личное мнение ее автора так что вопрос поставлен дискуссионно ведь уже встречались с автором этой статьи кузьмичом но встречался безусловно я скажу по совести это чувствуется хорошего союзника нашел себе павел николаевич лучше хороший противник чем плохой союзник ну я уж не знаю павел николаевич каким я буду союзником но я думаю что для нового экскаватора нужно сервоуправление это было бы прекрасно но боюсь что сейчас невозможно но зато машина то ведь была бы не только для сегодняшнего дня но и для завтрашнего совершенно справедливо но предположим кто нам даст блоки гидрораспределитель вот проблема номер один и по-моему она неразрешима и сейчас ну вот на съезде партии я познакомился с секретарем обкомандижана там у них новый современный завод который делает эти гидрораспределители трудно здесь определенная гидрораспределители и сервоблоки для нашего завода не планируется но ответить не планируется вот а я все-таки поговорю с секретарем обкома с моим новым знакомым а вдруг он поймет поддержит тут другая трудность дело в том что ведь придется тому заводу сверх плана выпускать эти распределители для вашего завода вот это непросто и поэтому обещать сейчас что-то определенно я вряд ли смогу но давайте будем надеяться на лучшее будем надеяться на лучшее вот результаты замера вибрации в комнатах квартир 46 42 44 по просьбе жильцов делаем замер вибрации на кухне айяяяя еду 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 ах иришенька здравствуйте здравствуйте сейчас прибежит голодный илья а я ничего не готова сначала репетиции в театре потом эти магазины а что ж не позвонили я бы все приготовила ко времени ну как же я могу вас беспокоить кефир в холодильник да да пожалуйста раньше в мое время в такие конвертики вкладывали любовные записчики а теперь суп со звездочками хорошо хоть название поэтическое да просто там тесто нарезано в виде звездочек вот и все ну хоть все удобно относительно но зато быстро вот сейчас содержимое пакета мы высыпем в кастрюлю и моментально будет готова иначе я не успею новость с завтрашнего дня на этой кухне готовлю только я одна как да да вполне логично я старая ну скажем не совсем молодая женщина одинокая из завтрашнего дня долой одиночество долой супы со звездочками да здравствует домашние супы мы одна семья но мы и так одна семья нет не совсем не совсем сейчас вот вы готовите свой со звездочками а я свой без метеоритов а вообще-то мною все больше и больше овладевает одна идея а по-моему самая лучшая идея сейчас это немедленно поведать а привет а запах восхитительный чем больше я вас знаю тем больше вы мне нравитесь я к вам привязалась я должна вам сказать что я никогда не умела жить для себя вот мой первый я не говорю я не знаю как но он и не и и и и и и В его возросшем сознании показалось ему пережитком прошлого. Но об остальных я рассказывать не буду, это скучно. Скажу вам только, что они приходили все ко мне, и я жила их судьбой и получала от этого огромное удовольствие. И вот теперь, когда я посажу к финишу, в моей жизни появились вы, мои дорогие молодые друзья, на моем пути. И мне ужасно хочется еще пожить и вашей судьбой. Но для этого нужно породниться. А разве мы еще не породнились? Да, но как юрист я знаю, что это нужно закрепить. Добрые отношения закреплять юридически? Да. Вы должны взять меня под свою опеку. Опеку? А что это такое? Нет, ерунда. В общем, пойдем все вместе, оформим какие-то там документы, и я стану опекаемой старушкой. Пока, по-моему, вы нас больше опекаете. Да-да. Я и дальше буду вас опекать. Ну, а зачем же тогда документы какие-то? Ну, дорогие мои, ведь настанет день, когда я должна буду все-таки явиться на свидание к моим мужьям. Агриппин Савельевна. Да вы не беспокойтесь, Илья. У меня железное здоровье. Я два раза в день делаю гимнастик. Да нет, я, кажется, понял вас, Агриппин Савельевна. Вы хотите нас облагодетельствовать? Странно слышать. Нет, это невозможно. Илья. И не надо больше об этом говорить, пожалуйста. Ну, знаете, дело в том, что я сумасбродная старуха. Пускай это будет мой каприз. Простите меня, но почему бы вам не пойти на меня навстречу? В общем, наше доброе отношение теперь может спасти только ваше согласие. Или нам придется расстаться. Ну, что ж. Пойдем собираться, Ириша. Ириша. Идем. Илья прав. Ириша. Куда же вы пойдете? Не знаю. Найдем что-нибудь. Мне очень жаль, но я не умею менять своих решений. А так хотелось. То, мол, будем жить одной семьей. В сущности, у меня никого нет. Там холодильники. Ваш кефир. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, да что вы. Перестаньте сейчас же, как вам не стыдно. Я сама все сделаю. Сядьте немедленно. Успокойтесь. Сядьте. Что случилось? Как мы можем уйти, когда она в таком состоянии? Да не волнуйтесь вы. Никуда, никуда мы от вас не поедем. Ну, что ж, поговорим наедине. Ну, что ж, попытаемся. Попытаемся. Спасибо. Ну, здесь как-то неудобно. Ничего. Удобно. Там ведь мешать будут. Ну-с. Мужа надо бояться. Правильно. А раньше я кого боялась? Ну, раньше. Раньше, Юрочка, ты себя боялась. Так, ну ладно, к делу. Ну, поговорим. Святое место пусто не бывает. Так, намек поняла. Ну, что ж, поговорим, Александр Никонович. Поговорим. Песа я вашу прочла. Так. На роль Нади Прохоровой внимание обратила. Так. Саша, я тебя не хочу обижать, но это все так слабо. Все. И роли, и слова. Холодные. И отношения все фальшивые. Я понимаю, я не критик, но я говорю по-дружески. Я могла бы не говорить. Ну, тебе совет. Забери ты эту пьесу. У всех, кому ты ее дал читать. Если ты вообще не хочешь оставить эту затею. Так, значит, затея. Ты состряпал пьесу. Я имею право это говорить, потому что я люблю театр. Да, а тебя я уважаю. Как актер. А драматургия это тоже профессия. Уважаешь? Уважаю. Я тебя из тьмы, тараканье, перевез в областной театр. Ты здесь ведущая артистка. В кино хочешь сниматься. Да ты будешь сниматься в кино-то. Будешь. Потому что героиня повести, о которой написан сценарий, который будет сниматься в кино, и о которой я написал пьесу, твоя свекровь. Знаменитая партизанка. Хочешь прославиться? На всю страну. Но ведь одно другому не мешает. М? Может, не будем торговаться, а? Мы ведь все-таки лезет театра. Ну ладно. Поговорили. Поговорили? Между прочим, ты на будущее репертуар не рассчитывай, и вряд ли для тебя роль найдется. И вообще, знаешь, поспрашай там, в оперетке, в тюзи. Мальчиков не играла? А? Нет. Ну иди, потренируйся. Потренируйся. Александр... Никоныч. Александр Никоныч. Потренируйся. Семен Николаевич, вывешивай в распорядение. Замятину вычеркни. Да. Кривоногу поставь. Ну так лучше будет лучше. Спасибо. Зря ты все это заварила, Ириша. Эту пьесу играть нельзя. Театр. Это искусство. Ты милая, мое искусство. Вот он уже назначен главным режиссером. Уже есть приказ, пока еще не обнародован. Тогда какое положение у тебя в нашем театре? Ну, а то, что у него к тебе еще и личный интерес. Сейчас еще хуже мстить будет. Ужас. Можно, конечно, затеять конфликт, местком, комиссия. Но ты знаешь, в театре такие конфликты редко кончаются в пользу актера. Лучше уже уйти самой. А куда мне уйти? Ты хорошая актриса. Тебя ждет будущее. Я бы ушла замуж в этом городе. Иришка. Тебя ждет, свадьбу замотала? Так, не успели. А может, сейчас такие дела, что он не может со мной поехать? Тогда держись. Девчонка, которую нам с тобой предлагают играть, не то выдерживала. Давай запеть. Мне бы спрятаться от этого величия, чем добиваясь этого величия в лучах всей славы задыхаться. На роль Насти Прохоровой была назначена Замятина, а тут Кривоногова. Чего? Лиокадия, как это ты устроилась, а? Арсен Никонович, можно вас на минутку? Добрый день, Арсен Никонович. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Я не совсем понимаю, что происходит. А что происходит? Ну, какая же я Настя Прохорова? Не понял. Насте Прохоровой было неполных 17 лет. Ну, это в кино имеет значение, или на телевидении. А у нас в театре, знаете, так издалека, и не поймешь, то ли 17, то ли 20, то ли 21. У Замятина более народный характер. Да. А вы, значит, у нас не из народа. По крайней мере, я никогда не жила в деревне. Замятина тоже никогда не жила в деревне, однако играть будет эту роль в кино и крупным планом, и не боится. Она же у нас аристократическая дочь, поэтому у нее так хорошо получается комиссар в оптимистической, верно ли, Акадинька? Ну, насчет успеха судить не мне. А в это анкетные данные могу. Мой дальний родственник, боярик, в какой-то битве изувечил ногу. Так. И с тех пор пошла фамилия Кривоноговый. Перьезно. Ну, знаете, по вашим ногам я бы этого не сказал. Завтра все вопросы. Завтра будет поздно. Я настаиваю, чтобы вы меня сняли с этой роли. Завтра. Ну, наш юный лидер помчался жаловаться директору. Павел Николаевич, дорогой, на что же это похоже, а? Вы поддерживаете добрый день выступления газеты? Я? Да, вы ее прочитали в министерстве. Ну и каково впечатление? Да никакого, дорогой мой, никакого. Там люди занимаются делом, а не прожектерством. Нам разрешили продлить испытание еще на два месяца с единственной целью. Устранить шумы и вибрации. То есть усовершенствовать кабину машиниста. Вот, выписка из приказа, читайте. А как же идеи с сервоуправлением? А в другую машину, в новую. Евгений Иванович, неужели в объединении не понимают, что мы этим отбрасываем себя года на два на три от мировых стандартов? Ну хорошо, если мы не хотим думать о человеке, о его самочувствии, о его условиях труда, то давайте хотя бы подумаем об эффективности. Это тоже немаловажная вещь. Павел Николаевич, вы все с высот, с высот. На землю поглядите, как человек довкалывал наш человек 60 лет и киркой, лопатой и тачкой. Посадили человека на шагающий экскаватор. Дали гидравлику, что мало, да? По-моему, достаточно, вот. Между прочим, у меня был тут недавно секретарь обкома Петров, так ему понравилась идея сервоуправления. Да, я знаю, понравилась, мне уже все известно. Я вот побываю у Петрова и поговорю с ним. Между прочим, стружку будут снимать не с Петрова, если не выпустим вовремя экскаватор, а с вас и с меня. Мы не можем рисковать репутацией завода. Ну хорошо, теперь мне придется... ехать в Москву. Привет, муж. Привет, сожена. Слушай, а тебе не надоело быть моим мужем? Мне нет. А что? По-моему, тебе нужна другая жена. Я на эту роль как-то не гожусь. А, что-нибудь в театре? Угу. Ну ничего, ничего, веришь, к себе придем домой, поешь, отдохнешь и все забудешь. Ты че? Помнишь женитьбе Фигаро? Кто научил тебя такой веселой философии? Привычка к несчастью. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось плакать. Поперестань. Ир. Ириш. Мы победим. Победим. Ты что? Одну минуточку. Ха-ха. 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 Спасибо. Ха-ха. Ребята. Папа Паша. Здравствуй. Ага, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте, ребята. А почему телевизор не включен? Сейчас же программа «Время» начнется. Да, Лида... Держи. Садитесь. Это тебе. А мне? Тебе. Смотрите. Паша, пей чай, пока не остыл. Спасибо. Как ты съездил? Хорошо. Поездка доволен? Да. Разговор был серьезный. Надеюсь, помогут. Ну, а как молодожены? Все в порядке. Ваня или ее видел сегодня? Нет. Навести их завтра. Обязательно. Хорошо. Навестимся ведь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ваня! ВЗНИТ ВЗДОН ВЗГРЫВ ВЗДОН Открыть сам чего-то. Нельзя. Почему? Я вчера открыл сам, а Грибин Савельевна обиделась. Что так? Зачем же вы не позвонили? Когда раздается звонок, значит, ко мне кто-то идет. Я кому-то нужна. Я кладу книгу левизания, прихорашиваюсь, иду открывать дверь. Что не лишайте меня этого удовольствия, а? Ладно. Спит. Наверное. Сколько времени? 26-го. Ага, значит, я вовлажнулся 20 минут назад, было ровно 5. Что, опять эта самая гимнастика? Неукоснительно. Грибин Савельевна, я же вас противоприятал. Все-таки в вашем возрасте... Илюш, стыд какой, женщине, а возрасте... Простите. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, дядя Лёв. Илюш, а что это за слухи какие-то ползут, сплетни? Какие слухи? Да про нашу маму, будто она как партизанка ничего не делала, и что, мол, это все раздули, и... Дядя Лёша раздул, ее знакомый... Слушай больше, ерунда все. Да нет, просто интересно, кому это может быть нужно. А ты не горячись, анализируй, думай. Да, конечно, анализируй. Это по твоей профессии. Это верно. Врач, он должен быть хоть чуточку мудрым, все-таки имеет дело с человеком. Санитарный врач имеет дело со всей природой. Да, мудрый. Нет, а? Пойдем. Мама. Роман Эдрайзера является наглядной иллюстрацией сказанного мною. Послушаем, тихо. Так, твоя сегодняшняя лекция далеко не исчерпала всей этой темы. Проблема гуманизма в современной западной литературе проблема очень сложная, и мы неоднократно к ней еще будем возвращаться. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Володя Артюхин. Пожалуйста. Значит, наши идеи сильнее всяких буржуазных... Тише, тише, товарищи. Дайте бы сказаться Артюхину. Пожалуйста, Володя. Сильнее. А вы так много говорили о вредных идеях буржуазной литературы, будто они того стоят. Товарищи, тишина, пожалуйста. Так вот, я хочу спросить. Неужели они настолько страшны, буржуазные идеи западной литературы? Все? Все. Спасибо. Сам ничего не понимает. Уже занимается и демагогией. Да, вполне заслуживает. На Западе существует тенденция запутать понятие гуманизма и придать ему внеклассовые столкования. Все люди, мол, без исключения, и глава концерна, производящего новейшие средства массового уничтожения, и маленький клерк, все в равной степени ответственны за человеческие беды, за нищету, голод, за возможность мировой ядерной катастрофы. И вместе с тем подчеркивается разобщенность, отчужденность людей, их якобы врожденная, извечная некоммуникабельность. Будущее человека и человечество буржуазные философы ставят под сомнение. Обреченный на гибель, замкнутый в себе, видящий в окружающих его людях только врагов, вот таким предстает человек и в трактовке экзистенциалистов. И чем настойчивее буржуазные философы и социологи проповедуют де-идеологизацию литературы, тем, естественно, отчетливее мы видим именно идеологическую сущность этих проповедей. Стремление дезориентировать умы проглядывает во многих научных трудах зарубежных искусствоведов, в статьях, лекциях, касающихся проблем гуманизма. Так, пожалуйста, еще вопрос Хочу спросить не о философии и литературе, а о жизненной ситуации. Ситуации через «е» почему-то. Как поступать с человеком, который много лет выдает себя за героя, на самом деле не является им? Подписи нет. Врезать бы этому грамотею. Подхватывает сплетни. Ну что ж, вопрос не по существу лекции, но я отвечу. В нашем народе живет глубокое уважение к героям Отечественной войны. Они окружены заботой, вниманием. Случается, когда нечестная личность пытается воспользоваться незаслуженно этим. Я рассматриваю это как преступление. Есть ли еще вопросы? Спасибо. Лекция закончена. До свидания. Здравствуйте. Чем это обязано? Нет, все в порядке. Мы просто так. Послушай, Леша, как у вас дела? Давно не виделись, не знаю. Ваня. Созвонилась, что... Теперь признавайте, зачем пришли? Рассказывайте, что случилось. Да ничего. Вам ничего. Этот безумный интеллигент соскучился по маме. Явился, тебя нет. Он и стал скулить. Ну что ж, хороший мальчик у меня. Да и я присоединился. Ну, интересно тут у тебя. Здорово. Сражаешься? На том и стоим. А ты приходи почаще. Может быть, надумаешь поступать на следующий год? Ну нет, с меня образованных родственников хватит. Ох, ох, Ваня. Ой, похудел ты, Илья. Один нос торчит. Кошмар какой-то. Молодожены. Ваня. Помолчи. Ну а как дома? Что Агриппина Савельевна? Да неважно. Уговорим ее в больницу ложиться, отказывается. Не понимаешь, что это довольно серьезно. Да. Оставлять ее дома одну опасно. Ну а Ирина сейчас дома? Да. Надо идти. Повидал тебя. Хорошо. Я зайду к вам. Может быть, даже сегодня попозже. Ирина каждый вечер занята? О-о-о. Сейчас она попали. Ролей не дают, зато массовки каждый вечер. Ой, мама, что твое партизанское движение. Это театр. А кто тебя гнал? На актрисе ты жениться. Ваня. Отцу скажи, чтоб к ужину не ждал. У меня сегодня встреча с Алексеем Трофимовичем. Ну что ж. Пока, ребятки. До свидания. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что ты? Что с тобой? Да так. Вспомнилось. О, сентиментальность. Может быть. У тебя все хорошо? Хорошо. Рад я за тебя, Настя. Спасибо, Леша, я знаю. По-моему, Леля. Угу. Она что подумает? Что подумает? Переживать будет. Ты же ее знаешь. Нелепо как-то получилось. Ты успокою ее. М? Павел Николаевич, редакцию интересует ответ на выступление газеты. Ну, что вам сказать. Сервоблоки прибыли. Из Андижана получили распределители. Очень помог секретарь обкома Петров Олег Васильевич. Сейчас мы компонуем принципиально новый пульт управления, одновременно усовершенствуем кабину, работаем над звукоизоляцией, ликвидируем вибрацию. А когда собираетесь испытывать машину с новым управлением? Полагаю, недельки через полторы-две. Но ведь эта новая система управления экскаватором, видимо, потребует более высокой квалификации от машиниста. Совершенно справедливо. Поэтому мы договорились с министерством и организовали при заводе курсы машинистов. Два потока. С отрывом и без отрыва от производства. А вы уверены в успехе этого образца машины с новым управлением? Нет, не уверен. Как же так? Не уверен, но верю. Будем проводить испытания. Наблюдал тебя сегодня с твоими сыновьями. Слушай, Илюшка, просто... Да, вытянулся. Или я похудел. Какие-то сложности на работе. Воюет все. Со мной, между прочим. Ну-ну. Ну, твоё здоровье. Спасибо. Жалко стареи. Ты-то? Угу. И я тоже. Не знаю, для меня ты всегда прежняя. За тебя. Спасибо. Спасибо. Ну, всё. Пропадай, моя талия. Тебе-то это, по-моему, не грозит. Лёша, мне с тобой надо посоветоваться очень серьёзно. Да? Не замечаешь ли ты, как в последнее время стало странно пересматриваться наше прошлое? Моё, твоё, наших товарищей. Кем пересматриваться? Я даже не знаю, кем именно. И откуда все эти слухи, сплетни? Причём явно с определённым смыслом. А сегодня на лекции вообще анонимную записку получила. Ах, в университете тоже? Да. Притом, заранее заготовленную. Ты знаешь, Ася, я тоже замечаю сплетни и слухи, но вот откуда всё это? Среди наших товарищей вроде бы никто не может так мелочиться. Да нет, это невозможно представить. Ты знаешь, я решила. Никаких больше интервью, бесед с писателем, режиссёром. Ну, зачем всё это надо? Ну, пожалуйста, не привлекай меня больше к этому мероприятию, хорошо? Вот уж не думал, Ася, что ты так легко спасуешь. Нет, ты прекрасно понимаешь, если я нужна для серьёзного дела, я всегда готова. Но заниматься этой билетристикой не хочу. Только для того, чтобы потом люди на улицах оглядывались и говорили, это да гражданочка, которая является прототипом героини. Ну, право, зачем это надо? Не знаю, по-моему, ты ошибаешься. Может быть, Горонин талантливый писатель, но ведь кто-то должен обуздать его фантазию истинным опытом. Это вовсе не билетристика. Надо, надо, чтобы были и книги о войне, и фильмы о войне. Только правдивые, а не картонные, не пип-паф. Да, но я сейчас не об этом беспокоюсь. Уж очень массировано стали распространяться эти слухи и сплетни. Кто этим занимается и зачем? Ну, пока. Что ж ты в партках-то уже? Ну, ничего не поделаешь, век феминизации. Ну, ладно. Да. Ты чего? Ты знаешь, я все время ухожу и все время думал, боюсь. Может, ей в больнице быть лучше, а? Мама вчера обещала зайти. Может, она сегодня придет? Она ей уговорит лечь в больницу. Ага. Ой, ну я пошла. Пока. Не звонила Васеньке. Премию получает. Да, какую? Ну, он-то мне этого не сказал, но я узнала кое-что от секретарша его. Он, как заведующий лабораторией, и еще двое там государственную получает. Смотри-ка, хорошо. Тебе бы тоже, между прочим, о себе подумать надо было. Вот сколько раз намечалось твое повышение, а ты все какие-то отговорки находишь и сидишь у себя в облпотребсоюзе. Чем же это плохо? Ну, а чего хорошего? Я хочу, чтобы тобой люди гордились. Тогда при чем тут облпотребсоюз? Если человек выше сытости, то уж выше должности он тем более. А это мы с тобой так думаем. А сейчас время другое. Умные люди стараются вперед продвинуться, занять ключевые позиции. Ведь теперь как? Если тебе кто улыбнулся, значит точно. Ему от тебя что-то надо. Или его родственникам, или друзьям. Вот он и старается. А ты отстал от жизни, Алеша, отстал. Отстающих бьют. Мы еще когда с тобой это слышали? Ну, чего молчишь? Думаю, кто тебя всему этому научил. Время. Почему все всегда все сваливают на время? И такое оно, и сякое. Да время люди делают. Я, например, до сих пор стараюсь жить так, чтобы мне не стыдно было людям в глаза смотреть. С тем и помру, наверное. Ну, чего ж помирать-то? Вот сейчас фильм делают. Ну, кто главная героиня? Кто? Настя Пронина. Твоя связная. Ну, хорошо. Чем это не нравится тебе? Она же твоя связная. А ты Ширяев. Может быть, ты легендарная личность? Я легендарная личность? Да. По-моему, все это бабские разговоры. А я и есть баба. Не то, что некоторые. Кандидаты наук. С кандидатом наукой в машине приятно прогуляться. Успокойся, Лёля. Мы же с тобой договорились не ворошить прошлого. Ладно. Ну, прости меня. Ну, а с фильмом ты не прав. И мы этого так не оставим. Кто это мы? Что ты сделала? Я ничего не сделала. Слава Богу, есть настоящие друзья. Радун написал письмо в газету. Радун? Угу. В какую газету? В нашу областную. И что же он написал? Все как по правде было. Спасибо. Петр Максимович, от Ширяев. Скажи, пожалуйста, тебе известно что-нибудь про письмо Радуна? Могу я полюбопытствовать? Ну, благодарю. Заеду. Пожалуйста. Это уже вторая проба? Угу. Так, содержание радиоактивного йода 131. Выше предельно допустимой концентрации. Ясно. Ну что ж, слив запрещайте. Хорошо. Илья Павлович, третья проба и та же картина. Жаль. Жаль. Так, хотелось им помочь. Кому? По строителям прежде всего. Они в самом деле старались, спешили сдать дома. Да и жильцов жалко. Уже объезжают в новые квартиры. Представляете, что будет? Да. Илья Павлович, ну это же факт. Выделение фенола превышает предельно допустимую концентрацию в 8 раз. Это верно. Верно. Знаю, товарищи, когда спасаешь человека, который тонет, хочешь его получше схватить, чтобы он не утонул, а он за тебя аж цепляется и тянет с собой на дно. Спасибо. Не стоит. Так что, Григорий Панфилович, образцы линолема проверили особенно тщательно. Так. Значит, в трех шестнадцатиэтажных настелили. Да. Анечка! Соедините меня с Максимцевым. Я могу идти? Нет, нет, подождите. Валентин Фомич, приветствую, Стишилов. Валентин Фомич, тут лаборатория провела анализы образцов линолеума. Зайдите ко мне, пожалуйста. Да. Ах, Дорошин, Дорошин. Привет. Прошу. Спасибо. Вот, поинтересуйся, дорогой Валентин Фомич. Да что мне ваши анализы? Ведь строители меня в клочья разорвут. Мне еще работать надо. Давать жилье людям. Ты скажи, Валентин Фомич, ты интересовался, как эта партия линолеума попала к строителям завода? Интересовался, еще бы не интересоваться. Тут же поехал на завод. Ну? Они в то время заканчивали план предыдущего квартала. Так. Ну и как обычно гнали, конечно. Гоним, гоним. Ну хорошо. А почему эта партия линолеума не прошла приемки санитарной инспекции? Это ты знаешь? Знаю. Почему? У них был экспериментальный образец. Они его взяли и сунули в план. Изготовили целую партию линолеума с повышенным испарением фенола и скрыли от санитарной инспекции. Ну и что? Да выветрится он. Ну полежит, полежит, да и выветрится. И тем еще люди дышат. Вон, заводы чего в небо не выбрасывают? Какую гари? Ничего, дышим. А тут какой-то фенол. Фенол вещь неприятная. А вот, кстати, вы, Григорий Панфилович, вопрос совершенно неофициальный. Я слышал, что в одном из этих домов вам тоже дают новую квартиру. Но вы-то понимаете, что въезжать в эти квартиры опасно. И чем здесь я? И чем здесь я, Илья Павлович? Тут здоровье людей. А главное, детский сад. Нет, Валентин Фомич, ты как знаешь, докладывай с полкому. А санитарная инспекция вводить и дома в строй не разрешит. Ну хорошо, товарищи чистюли. Будем с вами разговаривать в горосполкоме. Ну-ну. Найдем на вас управу. А строителей обижать не позволим. Да. Айда Радун. Ну, молодец, удружил. Куда там Рихард Зоргий или Николай Кузнецов? Вот, Алексей Ширяев. Это разведчик. Легендарный. Да. А ты заметил, во всем этом присутствует одна гаденькая мыслишка. Будто бы Анастасия Михайловна Пронина ничего путного в партизанскую войну не сделала, и поэтому показывать ее в фильме не следует. Заметил? Заметил. Вот это мне особенно не понравилось. Кому это интересно? Послушайте, я все вроде про вас знаю, как вас схватили фашисты и прочее. Одна только деталь, как-то так. Скажите, пожалуйста, что случилось после того, как вы вот ушли из дома, пошли на явочную квартиру, вас что, перехватили люди из Шенемана? Как вам удалось спасти явки? Это все моя Лелька. Она послала синишку к одному верному человеку, и тому удалось предупредить остальных. Это все Лелька тогда устроила. Ну, а что же делать с письмом Радуна? Печатать это в газете, конечно, нельзя. Если, конечно, вы не собираетесь опозорить Анастасию Михайловну Дорошину. Ну, уж не хотелось бы, конечно. А могу я высказать собственное мнение по этому поводу в письменной форме? Безусловно. Ты на меня внимания не обращай, я быстренько. Анастасия Михайловна Дорошенко Да, на какой полосе? Угу. Так. А следующий абзац? Угу. Оставляем. Договорились. 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 Так, в редакцию областной газеты «Ленинский путь». Познакомившись с письмом бывшего партизана Великой Отечественной войны товарища Радуна, я считаю необходимым сказать следующее. Письмо товарища Радуна, на мой взгляд, вздорное и может принести лишь вред дезориентировать читателя. Выбор героев будущего фильма о партизанах нашей области является, как мне кажется, делом авторов. И нет никакой необходимости вмешиваться в их творчество, навязывая им какие бы то ни было предложения о других героях. Совершенно правильно то, что героиней фильма будет Анастасия Михайловна Дорожина, партизанка Великой Отечественной войны. Против всяких попыток дискредитировать Дорожину категорически возражаю. Ширяев. Алексей Трофимович, почему же Радун вдруг заинтересовался этим сейчас? Дождь в тишине, на реке, на лугу, осень сжигает осины. Помнишь, как эта земля в черном военном снегу Нас о спасенье просила? Пусть над моей и твоей судьбой ветры кружат осенние. Память тревога моя и боль, память моё спасенье. Память тревога моя и боль, память моё спасенье. Память тревога моя и боль, память моё спасенье. И боль, память моё спасенье.